Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 11 по 16 стих. Блаженны Вы, когда будут поносить Вас и гнать, и всячески неправильно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика Ваша награда на небесах, так нали пророков, бывших прежде Вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не угодна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Тогда светит свет Ваш пред людьми, чтобы они видели Ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Почему такое место, я считаю, Господь положил на сердце сказать на сегодняшний день? В престольный праздник. Анфима Некомедийского. Читая историю, я не нашел ни одного храма за две тысячи лет, который назвали бы в честь Анфимы Некомедийского. А как получилось, что у Вас? Мы сидим, это был митрополит Виталий, православная зарубежная церковь, епископы, кто там был, я сейчас не помню, Иларион, знаю, был. А как Вы хотели бы назвать? Ну, нестандартно, потому что называют иногда по именам своим. Вот в Рубцовских тюрьмах построили храм святого Виктора. Почему начали тюрьмы Виктор? Ну, какое подражание? У нас в Барнауле Александр Одевский. Почему? Поставили Александра Байтовича, и все, храм Александра. Так не бывает, а бывает еще лучше. В стране 390 храмов и 380 названы одним именем. Святой Георгий. Ну, начнешь когда смотреть, ну, что же мы так делаем-то? И вот сегодня мы считали, вторая закладочка там, евреям, послание, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников Ваших, которые проповедовали Вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». На кончину. Это очень много значит. Евангелие от Иоанна, есть один стих, 12-48. 12, запомню, умножь на 4, 48. Для меня это был рубеж, за который 61 год. Я держу Библию в руках и не пришлось себя ломать. Сразу, с первого дня соглашайся. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить Вас. Все остальные друзья, близкие, они никакой роли не играют. Однажды, это год назад, два уже года назад, сидели за столом у батюшки. Я спросил Владику Сергия, мы сегодня можем по-апостольски расстаться с Вами? А почему нет? Я говорю, там преклонили колени вместе на берегу реки, где был. Можно? Мы сразу расстелили палатки, пришли туда к нам. И он пришел, и с ним я, кто там был, видимо, секретарь, батюшка, семинаристы. Преклонили колени и молились, кланились не колесом лимузина, а с ним. Полное, абсолютное содействие содялось со стороны митрополита. Когда митрополит Дмитрий Ростовский стал собирать данные на жития, это 1173 жития. Ну, тут вошли еще, я когда насчитывал, 47 из 2-й, 3-й книги, и настольные книги священнослужителей по благословению патриарха Пимена было. 1173 биографии. И эпиграф он взял, именно этот стих, подражайте тем, которые... А как он? Это единственный за всю мировую историю, который умер вместе с паствой, не два человека, 32 тысячи, и все зашли на небо. Меня спросил митрополит, а почему вы решили так? Я говорю, я начальник детского лагеря, и 18 лет у нас лагерь сжигали дотла. Огнепальня называется. И его сожгли. Власти в то время были, ну, вполне, так сказать, терпимы к религии. В римском пантеоне насчитывалось около 500 божеств. В каждом государстве разные боги были, даже в Ельзеулу, бог Муха, над Мухами, как он там. И им, всем, в одном пантеоне стояли статуи. Христианам предложили тоже своего Христа поставьте и молитесь. Ну, ведь это не два, не три, пятьсот. И все благосклонно смотрят, хорошим учили. Христиане взяли один стих из Цалтерии, говорит, Господь царствует. А они кричали, Кристос рыгна, Христос царствует. И все жертвы, которые вы приносите, бесам приносите. И все пятьсот религий объявили войну христианству. Все до единой исчезли. Христианство исповедует сегодня. Два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов. Мусульмане маленько до двух не дотягивают. Но это только, говорится, столько, которые говорят, да, я христианин, в храм не ходят. Исследования, когда провели, из трехсот крещеных, а на самом деле моченых, даже не погруженных так, но считают себя христианами, на триста человек только один ходит, знает что-то. Вот наше христианство. Сегодня он этот наш, как считаю, покровитель, хотя мы его не спрашиваем, будет он над нами покровитель, но так принято считать. Он сохранил нас от пожаров, какие бы занимались, все потушено. Главное возжечь огонь, люби Богу. И вот на сегодняшний день мы снова обращаемся. Его даже выговорить не могут. Бывает, приезжают священники некомедийские, они слова не знают даже этого. Две-три ошибки в одном слове. Некомедия – столичный город. И предупредили. Такого-то дня, вот по-старому, 3 сентября 16-го, храм будет сожжен. Кто будет найден, будет казнен. Рядом поставили жертвенник, мясо лежит. Если кто будет, бери мясо, положи на жертвенник и уходи. Было объявлено. Христиане узнали, бежали. Впереди, когда шли с отрядом воины, женщина бежит с ребенком. Видно, что дверь открыта осталась. Остановите. Куда бежишь? Куда? Вы слышали? Сегодня будут христиана жигать. Так ребенка зачем тащишь? Я хочу, чтобы он на ней был со мной. Вот какая вера была в то время. Это он сумел так наставить. Ни один не вышел из храма. Но это был иногда период, второй период. 20 сущало тысяч, еще 12. Это житие думно надо смотреть. Итак, сегодня мы снова соприкоснулись с этим днем. И мысленно направим молитвы. Господу Богу. И чтобы святой Анфимник Амедийский помянул нас. Потому что веровать, как он, это надо решительно сегодня от ненужного освободиться. Нужно сегодня пересмотреть все. Иные думают так. Я обратился к Богу. Ну все, теперь порядок будет. Хорошую должность мне Бог даст. А все наоборот идет. Вас будут гнать, засловить. Из девяти блаженств. Последнее только обещает не награду, а великую награду. Если мы будем подражать ему. Почему? Тогнали пророков бывших прежде вас. Вот мне пишет человек. Я уверовал. Ну казалось, ну все нормально. В другом месте женщина так. Все, на развод подал супруг. Ребенка отнимают. Квартиру делят. С работы выгнали. Да где ваш Бог? Уже наш Бог. Я утешаю. Успокойся, просчитай. Тебе награда тысячи дворцов будет. Видеть ты даст тебе Господь на небо. Сегодня Господь говорит. Звездие на весах. Положительное и отрицательное. Отрицательное все, что препятствует нам служить Господу всем умом, всем сердцем, всей душой, и, как юноша сказал, и всей крепостью. Итак, Богу нашему слава за его напоминание. Аллилуйя. Аминь. Аминь.